Просветительская акция «Большой этнографический диктант» впервые прошла в нашей стране в 2016 году. Тогда в ней приняло участие около 90 тысяч человек. Идея этого проекта родилась в Удмуртии. Местные энтузиасты решили, по аналогии с тотальным диктантом по русскому языку, провести ревизию знаний по этнографии. Интересное мероприятие прижилось и стало ежегодным. Очередное такое событие прошло 1 ноября. Ровно в 11 часов во всех регионах России тысячи людей приступили к списку вопросов большого этнографического диктанта. Десногорским местом для проведения события стала Центральная библиотека. Проверить свои знания решили 40 горожан. На это у них было 45 минут. В анкете 30 вопросов. Все они о культуре и обычаях разных народов, которые живут на территории России. И благодаря этому диктанту можно ближе познакомиться с каждым из них. В Смоленской области такое мероприятие проходит во второй раз. А Десногорск присоединился к этой акции впервые. Инициаторами этого стала администрация муниципалитета. Но не только получением новых знаний полезно это мероприятие. По мнению организаторов, оно также способствует укреплению согласия, межритнического мира и национального единства народов Российской Федерации. Десногорск – мгновациональный город. И, конечно, десногорцам, я думаю, в первую очередь интереснее узнавать о своих соседях как можно больше. А диктант как раз способствует проявлению межнациональных интересов. Правильные ответы участники акции узнают уже совсем скоро. 10 ноября они появятся на сайте Большого этнографического диктанта. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ